Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о Windows Azure. На простом примере ToDo приложения, то есть для каких-то задач, мы с вами рассмотрим как вы сможете подключиться к Azure из вашего приложения, что для этого необходимо, как создать подписку в Azure и еще некоторые нюансы, которые необходимо знать. Для того чтобы вы смогли попробовать, компания Microsoft предоставляет вам, зарегистрировавшимся на сайте visualstudio.com, подарок в размере 300 долларов на один год. Это порядка 25 долларов в месяц. Это вполне достаточно для того, чтобы вы могли создать некий веб-сервис, к нему подключиться из вашего приложения или веб-сайта, попробовать вашу идею, посмотреть как она работает, не работает, но и уже дальше принять решение о том, как вы хотите дальше развивать. Участие в этой программе Visual Studio Dev Essential бесплатная, вам необходимо просто иметь учетную запись O2 и вы можете прекрасно зарегистрироваться здесь и получить возможность не только casual, но и еще к Visual Studio Team Service. Эдобная штука, я рекомендую вам к использованию. Ну и помимо всего прочего, отсюда же вы также можете скачать и бесплатную версию Visual Studio Community 2017 как для Windows, так и для Mac. После того, как вы произведете регистрацию вашей подписки на Windows Azure, это достаточно несложная процедура. Для этого вам понадобится банковская карточка, на которой будет заморожен один доллар, она потом вернется к вам. Вот это необходимо для того, чтобы верифицировать, что вы не робот, а человек, и что вам это действительно нужно. После того, как вы это сделаете, вы сможете открыть панельку, там создать, вот в верхней части вы видите плюс, я вам чуть позже покажу, в разделе интернет плюс мобильное устройство, выбрать Mobile App приложение. Вы, кстати, обратите внимание, здесь есть множество других сервисов, у которых вы сможете более подробно почитать на Azure или, в принципе, послушать уроки моих коллег по этому поводу. Вот, в частности, достаточно интересный еще сервис Mobile Engagement для сбора статистики. Вот, ну, об этом мы поговорим в следующих уроках. Сейчас мы говорим о том, как вы можете подключить ваше приложение к серверу в облаке и что для этого необходимо. Далее, после того, как создастся ваш Mobile App сервис, вам необходимо в разделе слева найти быстрый старт и выбрать пункт Xamarin Forms. После этого у вас будет необходимость подключиться к базе данных. Я вам покажу, там есть один маленький нюанс. Ну и, соответственно, при создании API, то есть это бэкэнд, это второй шаг. Вам предлагается вот на этом втором шаге скачать пример. Пример варианта два, это либо на JS, либо на C-Sharp. Ну, я выбрал C-Sharp. Третий шаг, это предлагается создать новое приложение. Это пример, опять-таки, ToDo для всех платформ на Xamarin Forms, который мы можем скачать и открыть Visual Studio и, собственно, посмотреть, как оно работает. Ну, и также здесь возможность подключить уже ваше существующее приложение. На этом слайде я привел ссылки, которые могут вам понадобиться. Собственно, понадобятся для того, чтобы вам получить подписку бесплатно на Azure на 25 долларов. Вам нужно перейти по адресу visualstudio.com и там зарегистрироваться и получить свой бонус. Portal Azure.com это непосредственно тот адрес, по которому вам необходимо перейти для того, чтобы увидеть вот эти все панельки и получить мощь настроить нужные вам ресурсы. И ITVDN.com вам нужен для того, чтобы учиться дальше. Итак, давайте посмотрим, как это все работает и как это выглядит. Итак, начнем с того, что я вам говорил. Создание нашего приложения. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо, соответственно, после регистрации, вам необходимо нажать кнопочку создать, интернет-мобильное устройство, выбрать нужное mobile app. Я, как говорил, здесь много есть вариантов. Тут есть и notification hub, mobile engagement и поиск, который тоже, кстати, можно встроить в Xamarin.Forms приложение, но об этом все немножко позже. Давайте вернемся к mobile app. Значит, выбрали его. Тут нам необходимо указать имя. Имя этого веб-сервиса должно быть уникально. тест. Изамарин. Видите, такое имя недоступно, потому что оно уже кем-то занято. 5, 14, 17. А вот такое имя свобода. Ну, естественно, имя приложения может быть любым и, соответственно, вы можете его выбрать, так как вам будет удобно и интересно. Далее, здесь выбираем группу ресурсов создать, будет название. Собственно, при создании ресурсов будет назваться точно так же, как вы называете все приложение. И вот тут необходимо выбрать план подписки. Как будет что работать, по какой стоимости это все будет работать. Соответственно, когда мы открываем эту панельку, вот у меня уже здесь есть уже добавленная, но я с вами пройду этот путь. Как добавить нужный план. Ждем, пока загрузится. Когда вы загружаете, у вас будет выбрана ценовая категория S1. Собственно, она каких-то денег стоит. И, соответственно, расположение может вас не устраивать. Вы можете выбрать любое другое, которое, скажем так, вам нужнее и лучше всего подходит под ваши цели и задачи. Соответственно, когда загружается у вас план подписок, вы можете выбрать F1. Этого вполне достаточно для того, чтобы производить тестирование, подключение или ваша идея. То есть больших нагрузок это, конечно, план не выдержит, он не приспособлен для них. Но для теста вполне очень даже подойдет. Соответственно, создаем его. Выбираем. Вот, выбрали. Далее есть также в Azure бесплатный сервис, бесплатный до определенного объема трафика, который позволяет вести аналитику ваших запросов и то, что происходит в вашем приложении. Ну, он не отключен, мне он не нужен. Ну, вы можете включить и, собственно, поиграться с этим делом. И, соответственно, здесь мы можем поставить чекбокс на закрепительную панель. То есть удобно, то есть это когда вы будете заходить в свою панельку, сразу будете видеть иконку вашего веб-приложения. Нажимаем создать и ожидаем, когда будет завершено развертывание. Приложение успешно развернуто. Как видим, мы здесь определенный набор характеристик, которые предустановлены. Что-то мы можем менять, что-то нет. Но сейчас речь не об этом. После того, как открылась у вас эта информация, вам необходимо перейти в раздел «Быстрый старт». Здесь есть у нас множество выборов, как вы видели на слайдах. Есть и Swift, и Xamarin Native, то есть Android, и Xamarin iOS, и есть Xamarin Forms. В общем, мы его выбираем, переходим дальше. На этой странице нам предлагают выполнить три простых шага. Первый шаг, он самый необходимый из всех трех, это подключение базы данных. Для этого нам нужно открыть закладку с подключениями данных, добавить, далее выбираем SQL и настраиваем обязательные параметры. Эта процедура достаточно простая. Единственное, что я вам рекомендую после того, как вы это произведете, создадите ваше первое приложение, зайти в настройки базы данных и изменить тарифный план на попроще. Тот, который устанавливается сразу, по умолчанию, он стоит 25 долларов за 250 гигабайт дискового пространства для базы данных. Для тестирования это многовато, поэтому там есть вполне подходящий для нас тарифный план за 5 долларов. Далее, на следующем шаге мы выбираем язык. Если вам ближе Node.js, вы можете его использовать. Мне ближе, к примеру, C-Sharp, поэтому я его использую. Соответственно, вы можете также это сделать, загрузить пример, который откроете потом в Visual Studio. Эта часть будет отвечать, собственно, за API. Мы его посмотрим позже. И варианты подключения к этому API вы можете, собственно, воспользоваться тем примером, который подготовлен заранее, и либо воспользоваться примером, который здесь приведен, и подключить уже ваше существующее приложение к мобайл-эп-сервису. Тут есть пример того, как это сделать, что необходимо установить в ваше приложение, то есть достаточно просто. Сегодня мы будем рассматривать этот вариант, когда будет создано новое приложение. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит в Visual Studio. Рассмотрим наши примеры, мы начиная со серверной части, то, которая, собственно, будет расположена в Azure. Это тот пример проекта, который был скачан. Из Azure вы его тоже самое получите, только с учетом того, что тут будет ваше имя проекта, которое, как вы его там назовете. Собственно, это достаточно простой проект, в котором есть контроллер с API-методами, модельки и то, что необходимо здесь выполняться. Соответственно, Entity Data — это атрибут Entity Framework и Mobile Service. Проект простой, тут, собственно, рассказывать о нем нечем. Могут отметить, что после того, как вы его загрузите и откроете, вам необходимо будет запустить восстановление пакетов, Nuget пакетов, которые необходимы, собственно, для работы этого приложения. Из интересных нюансов, которые отличаются от обычных в веб-апи приложения, это вот то, что здесь есть вот такая вот строка Connection, которую вы можете здесь изменить, можете на портале применить, изменить. Здесь вы можете указать некий секретный ключ, который доступен только будет, ну, собственно, сам ключ вы можете получить на портале Mobile App. Он необходим, к примеру, для того, чтобы никто другой, кроме как владелец такого вот ключика, не мог подключиться к вашему API. То есть, таким образом, вы можете изначально ограничить то, кто будет подключаться к вашему приложению. Как я и говорил, здесь API-контроллер достаточно простой, но немножко специфичный. А вот о нем мы поговорим не многим позже. Я думаю, что вы вполне разберетесь, как это работает. Тут, в общем-то, даже и приведены примеры работы с этим типом контроллеров. Давайте теперь посмотрим на второй проект, который нам также был доступен на портале. Это проект с приложениями, Xamarin.Forms. Тут тоже достаточно простое приложение, в котором у нас всего лишь реализовано одно представление, в котором мы имеем список задач и возможность их добавить. Давайте я запущу для Android. И посмотрим, как оно выглядит. Вот, собственно, запустилось наше приложение. Как видим, происходит загрузка данных из облака, инициализация табличек и создание данных, добавление данных. Собственно, как видите, здесь у нас уже есть вновь добавленные некие данные. И вот, собственно, здесь предлагаю для того, чтобы пометить, что задача выполнена, нажать подольше. Подержали. Вот, собственно, задача выполнена. Отлично. Собственно, как бы, задача мы можем тут сами добавить. Ну вот, нажали добавить. И здесь у нас появился он в списке, то есть у нас появился в облаке. Давайте посмотрим, как это будет работать в двух приложениях. Для этого мы восстанавливаем выполнение проекта для Android. Переключаемся на iOS. Здесь нам необходимо выбрать нужную мне версию iPhone. И запускаем. Запускается наше приложение. Требует обновления. Хорошо. Собственно, вот наша задача, которую мы делали на Android версии. Как видите, все осталось без изменений. Мы эту простую задачу выполнили. Вот, здесь у нас даже немножко другое поведение. Компишин. Выполнили. Отлично. Давайте вернемся к нашей Android версии приложения. Смотрим, как здесь. Обновилось ли здесь. Как видите, символ таск, который я создавал здесь ранее, он отсутствует. То есть он выполнен. Давайте теперь посмотрим немножко на само приложение. Точнее, на структуру проекта приложения. Страница, собственно, которая занимается отображением, достаточно проста. Здесь немного разметки. Собственно, контрол, который отображает. Список наших дел. Кнопка добавления. И грид, по которому, собственно, равняется все, что находится на странице. Непосредственно, сама у проекта. То есть общий наш шайвертория проекта. Он содержит у нас, собственно, модели. Класс с константами, в котором, собственно, как видите, здесь указан адрес нашего сайта с API. Здесь мы видите моделька, которая описывает, собственно, наши данные. И атрибуты для сериализации, десерилизации джейсона. В классе App здесь у нас проинициализирована только сама по себе страничка. И в ссылках, как видите, есть уже установленный пакет из Nougat пакета, при помощи которого мы реализовываем подключение к Azure. Это общий проект. В проектах целевых на платформу насылка присутствует. Пакет, собственно, присутствует на Azure Mobile. MyInActivity у нас есть инициализация нашего сервиса, который нам необходимо. Обязательно, как видите, присутствует в iOS-проекте. Инициализация также есть. В общем-то, как бы, сам пример тут разложено все по палочкам. И в качестве примера, перед тем, к примеру, подключением Azure сервисов к вашему приложению, я вам рекомендую все-таки скачать это приложение оттуда и рассмотреть его более внимательно, как оно работает. Что необходимо сделать для того, чтобы запустило, подключилось ваше приложение. Это будет вам не лишним. Как видите, на приведенном новом примере приложения простого, оттуда, вы можете реализовать любые сценарии. И это выполнить достаточно просто. На этом у меня на сегодня все. Желаю вам удачи. До свидания. Продолжение следует...